приветствую всех на нашем канале продолжаем делать обзоры на видео самвела спасибо всем кто пригласил и в хабаровске в тулу и даже откликнулись байкал обалдеть спасибо большое конечно в такой красоте вы живете продолжим обзор написали про то что маринка не дала помочь голубю вот этот сам был понял сказал да действительно он был заразный скорее всего это были его последние минуты ему помочь уже вряд ли представлялось возможным но почему ты не дала помочь бабушке а почему ты как телок на веревке не смог помочь этой бабушке почему ты с маринки это спрашиваешь ну хорошо сказала маринка нет а где твое мужское четкое слово хочу помочь и буду помогать я пойду и дам а позволил себя увести почему почему она просила попрошайничала отвечает маринка а не продавала пучок вот калины сорванной в своем саду или те же самые орехи вот этот встречный вопрос она задает а если у этой бабушки нет калины и ореха во дворе нет а может быть она уже продала все что у нее было может это было у нее но уже закончилась об этом в умная марина не подумала можешь помочь помоги но если ты видишь что это не алкашка просить себе на очередной пузырь зачем углубляться что она могла бы сделать чего она не могла бы сделать вот помочь можно мужчине у которого вот она брала орехи продолжает марина у него дцп или что-то такое но так чушь она с него взяла сдачу то в эти 20 гривен ну и оставила бы сказала бы ради бога вот сидит человек да вынес как по ее мыслям со своим товаром он не попрошайничать но понятно что он нуждается поэтому он здесь и сидит или она посчитала что купила орехи и хватит с него вот эту вот она помощь как раз таки ему и оказала да интересно прочитал сам вел комментарий что видео с мариной лучше чем видео с надей ой как она расплылась улыбки рот до ушей хоть завязочки пришей немного подумав она добавила что приятнее было бы чтобы ее сравнивали с каким-то достойным конкурентом а надя надя вообще никто и звать ее никак она и в этом видео произнесла что она идеал правда она не сказала в каком месте чтобы и мы туда посмотрели и увидели вот эту идеальность как-то она почему-то прячет ее от людских глаз но трудно догадаться глядя на марину что это идеал перед нами вот так же и коля может подумать пусть марина самообманом занимается идеализирует себя но он то знает кто идеал и не обязательно по жизни а конкретно для сам вела кто увидел эту идеальность и ждут коля вне конкуренции едик уф-фу-фу-фу-фу-фу-фу бедный эдик но сколько можно я думаю что он когда-то из сам того не зная наступил маринки на больную мозоль прицепилась к нему как репях до шелку. Самвел воровал для него эбонитовые палочки. Честно скажу, меня уже тошнить начинает от этих палочек. И вообще вот от вот этого их повального воровства, начиная с матери, кони, свиньи, куры. У меня уже свиньи несут яйца, понимаете? Смешалось все. Люди, кони. Что ты за орудий? Ну, кошмар просто какой-то. Ну, сколько можно? И вот его отправляли в лагерь. Хотя для него воровали палочки. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Причем здесь это? Вот тут Самвел сказал правильно. Он им неоднократно продолжал одно и то же объяснять. Разумно объяснял, что никто не знал об этом воровстве. Даже если бы украл Эдик и об этом бы не было узнанно, то его все равно отправили бы в Артек, как лучшего ученика школы. Усирается, но не покоряется. Представляете, вот если бы вот такая вот ржавая пила жила в семье с кем-то. Вот ее уже перед разумными фактами ставят. Нет, вот понимаете, как баран. баран уперлась и стоит на своем. Невозможно переубедить. Можете представить? Вот живет муж с женой и вот жена вот такая несговорчивая, вот непробиваемая. До нее достучаться невозможно. Про таких еще говорят там в глаза, Божья роса. Вот то же самое, понимаете? Ей одно она свое, ей одно. И вот он приводит, разумные доводы приводит. Она его не слышит. Я сделала вывод. Я сделала вывод о всех твоих родственниках. Все, меня не переубедить. Да заради Бога. Но какую-то объективность и адекватность все-таки нужно иметь. И видно по ее лицу, что она не знает, что сказать. У нее нет фактов. Понимаете? Если бы у нее были факты, она бы сейчас сказала бы, подожди, сам был. А вот так, вот так и и привела бы хоть что-то благозвучное. Понимаете? Она я сделала свои выводы, ты меня не переубедишь. Фактов других нет. Просто, чтобы не потерять лицо, не уронить в грязь себя, она решила стоять на своем до последнего. Так глупо это выглядело со стороны. Почему ты бы не ездила с детьми к морю? Хорошо, сына отправляли в Артек. Там рядом с ними было море. Почему ни разу не звучала такая фраза, что она собиралась и ездила куда-то с детьми, хотя жили рядом. Выбрала день, когда сожитель трезвый и поехали всем гамузам. Зато сейчас вот точно такая же умная, как Марина, один в один. Жизнь я прожила, я много чего знаю, много чего понимаю, ты, Самвелка, меня слушай, слушай, потом скажешь, что мать была права. Куды там? Не задается вопросом, почему ТВшка, а как именно она ее прожила. Вот точно так же, как та самая Марина. Они так похожи с ТВшкой, вот вы знаете, один в один. И Эдика учила ТВ, и Гульнас, к морю поезжайте, зачем вам этот билибей, вы там всего лишь девять месяцев не были, детство уходит, дети скоро вырастут и вылетят из гнезда, а вы на море не были всей семьей, о чем они будут вспоминать? Ой, как же ее волнует семья Эдика? Мы все прекрасно поняли, куда угодно, хоть к черту на рога, но только не в билибей к мамику, вот и все, потому что все хотели туда. И только она была против, и как она потом победно улыбалась и говорила, сделали так, как я сказала, правильно сделал, что прислушался. Я уж не знаю, прислушались или нет, или у них изначально было, что они продадут, вернутся, не вернутся, там как-то еще смутно все, видимо они сами еще толком не определились, как по воде вилами писано. Я вроде бы слышала, что Эдик сказал, будем возвращаться, зря мы всю мебель поснимали вот из этой квартиры, нам не надо было, сейчас она портится при транспортировке, ну правильно, еще разобрать надо на дощечке, а потом собрать, по-моему я где-то или читала, или слышала, что мебель можно вот так разбирать и собирать всего два раза, все, после этого она на сборку уже не годится, ну там что-то расхлябываются вот эти все пазы, ну что-то такое, в общем, она портится. А о чем вспоминают дети из детства вот ТВ-шкины? Она не хочет рассказать про это? Или она прекрасно знает, что дети ей скажут? Знает, конечно знает, и они неоднократно ей об этом говорили неоднократно. И еще она смеет нас уверять, что она супермама поднимает вверх большие пальцы. Я вот такая супермама, я вот такая супербабушка. Идеал, понимаете, еще один идеал упавший на Самвелла. Почему если Эдик такой был умный, то не пошел учиться дальше? спрашивает Марина. А почему ты замуж не вышла и не обзавелась своей семьей? Почему такая умная и одна? Надо было заводить свою семью и некогда было бы бегать за блогерами без стыда и совести. Занималась бы сейчас своей семьей. Не лезла бы в семью этого блогера, не делала бы какие-то выводы о нем знаток околовсяческих наук, фока на все руки дока, учит ТВ-шку правильно питаться, а сама есть все, что не приколочено, растет вширь. А, это ее личное дело. Так вот и Эдик выбрал свой путь в жизни. Это его личное дело. Правильно он сделал или где-то накосячил. Ой, ему с этим жить. И мы все накосячили. набило жизнь никто не прожил. Никто. И каждому есть что изменить. Где-то что-то был поворот не туда. У всех. За чужими мужьями бегать некрасиво, а за блогерами красиво. Благоразумно. А самое главное, достойно ли это идеальной женщины? Самвел о бескорыстной помощи говорит, монетизируя абсолютно все. Помощь людям, помощь животным. Все показывает, чтобы за это все капало денежка. И прямо говорит, что он палец о палец не ударил бы без выгоды для себя. Он прямо об этом говорит. А Марина учит жизни, не сумев наладить свою собственную. прекрасно. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто проявляет активность на канале, подписывает, составляет свои комментарии, ставит лайки. Всем пока. пока.